Астана Астана вновь принимает у себя именитых музыкантов. В Центральном концертном зале «Казахстан» с оркестром «Академия солистов» выступили итальянский флетист Джузеппе Ново и австрийский дирижер Эрнест Хойцик. Открыли вечер казахским произведениям в ТСКУ. Также для зрителей прозвучал концерт для флейты с оркестром французского композитора Девьена. Ваша национальная музыка мне очень нравится, потому что есть честь из Востока и честь из Запада. Первый раз было 12 лет назад, но я должен сказать, когда я прилетел, я думал, что это новый город, потому что все новое. Эрнест Хойцик привез в Казахстан и частичку культуры своего народа. Завершили концерт третьей симфонии Бетховена, которую изначально композитор написал в честь Наполеона. Симфония пронизана мощной динамикой образов борьбы и поражений, торжествующей радости и героической смерти. Тем временем в Казнуи продолжаются слушания в рамках фестиваля творческой молодежи Шабыт. Накануне прошли смотры камерных ансамблей, по итогам которого из 19 в финал вышли только 10 коллективов. В обязательную программу вошли произведения европейских, а также русских классиков. Судейский штаб пополнили именитые музыканты из Италии, Франции, России и Южной Кореи. Я приезжаю на этот конкурс в Астану уже пять лет. Удивлен тем, что каждый раз уровень становится все лучше и лучше. Было сложно выбирать, кто пройдет финал, а кто нет. Музыканты в Казахстане очень высокого уровня. Меня удивляет тот факт, как вам удается с каждым годом глобализировать свое искусство и культуру. Это было заметно еще в прошлом году на Экспо. К слову, в финал вышли такие коллективы, как «Тенгри», дуэт Розы Салтыхановой и Динары Колобаевой, струнные квартеты из Узбекистана, «Анор» и «Сардор» и другие. Между тем, ректор консерватории имени Рахманинова в Париже Пьер Шереметьев также отметил хорошую подготовку конкурсантов. Я просто поражен в этом году, сколько видеть талантов в этом конкурсе, в этих состязаниях. Потому что это на почве красоты, это еще более увлекательно. Я большой любитель именно музыки, поэтому я себя чувствую так близок к Казахстану, к громадному количеству уникальных пианистов, скрипачей, флейтистов. И это ободряет. Южно-казахстанскому музыкальному колледжу исполнилось 60 лет. В честь этого события отчетный концерт провели его выпускники и студенты. Уровень подготовки специалистов музыкальных специальностей и достижения, которыми радует музыкальный колледж, очень высокий. Можно сказать, мы одни из лидеров среднего звена музыкального образования. Специально для участия в юбилейном концерте прибыли выпускники колледжа, среди которых народные артисты Казахстана Нуржамал Усинбаева и Лаки Кисов. В наше время не было больших возможностей, а сегодняшней молодежи предоставлено абсолютно всё. Очень много талантливых певцов и квалифицированных преподавателей. Поэтому я уверена, что этот колледж воспитает ещё немалое количество звёзд. К слову, Южно-казахстанский музыкальный колледж вошёл в тройку лучших колледжей искусств страны. На сегодняшний день в его стенах обучается 507 студентов и трудятся 142 педагога. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 14 ноября в пространстве «Трансформа» в Алматы пройдёт пластический спектакль «Ненужная любовь». 16 ноября в концертном зале имени Жамбыла Жабаева Казнуи состоится концерт южнокорейского композитора и пианиста Шин Джи Хо. 16 ноября в Карагандинском академическом театре музыкальной комедии будет организован гала-концерт к 45-летию театра. Субтитры подогнал «Симон»!